Утро. 4.30. Дом задрожал от страха. А в полумраке спальни тени зависли грузно. Сердце вскочило первым. Мир разлетелся прахом. Небо заговорило на чужеродном русском. Дальше никто не понял. Был не научен просто. Как уходить в подвалы. Как попрощаться с ветром. Я оказалась снова маленькой. Ниже ростом. А над селом летели птицы домой. Ракеты. Выстоять. Жить. Бороться. Стать непрерывным светом. Стать снова выше ростом и дорасти до неба. Залпы все переплавив и превратив в победу. Нам равноценны стали. Мир и краюшка хлеба. Будь. Не сдавайся. Слышишь? Я тебя буду помнить. Я тебя буду ношей легкой носить у сердца. Ночь лишь перед рассветом. Знаешь, бывает темной. Будет у нас победа. Будет где отогреться. Субтитры делал DimaTorzok Дальше. 4.30 утра я проснулась от того, что стены моего дома вздрогнули. Я вскочила. У меня даже сейчас сердцебиение. Сразу же почему-то поняла, что началась война. Хотя я никогда не была свидетелем начала войны. Не знаю, как это. Я подошла к окну. Открыла его. И услышала канонаду и звуки взрывов. Было очень-очень сильно страшно. И я пошла в интернет, чтобы посмотреть, провали я в своих догадках. Увидела в ленте новостей, что везде такие же взрывы произошли во многих местах. Киев, Харьков, Васильков, Борисполь и так далее. И я ужаснулась тому, той новой реальности, которая произошла. Мы пошли прятаться в подвал от пролетающих истребителей, вертолётов, ракет и так далее. С каждым днём мой ужас нарастал. И я понимала, что я не смогу это выдержать. И что мне надо бежать. Я взяла с собой соседского мальчика, 15 лет. Его родители попросили, чтобы он уехал вместе со мной. Мы поехали в Киев. И несколько часов не могли сесть на поезд, потому что было очень много людей. Проехали три часа. По новостям услышали, что осколок ракеты упал на центральный железнодорожный вокзал. Мне стало очень страшно. То есть это было достаточно опасное мероприятие уезжать из Киева. В купе нас ехало по 12-15 человек. Также люди сидели, стояли в проходе. Мы теснились, но не обижались друг на друга. Кроме людей, в поезде также было очень много животных. Собачек, кошечек. Но все мы ехали к своему спасению, поэтому нам было всем комфортно. Первым пунктом, до которого мы добирались, это была западная Украина, Мукачево. Мы ехали втроем. Я мальчик и моя собачка. Но потом к нам в Мукачево присоединилась моя старшая сестра, ее подруга. И там нас забрали наши родственники и отвезли в село. Следующим пунктом была Венгрия. Мы перешли через переход Вилок. И там нас очень хорошо встретили. Как будто бы подхватили волонтеры. После этого нас посадили в автобус и отвезли в начале в какой-то поселок, не помню название, где нас зарегистрировали как транзитных беженцев. И мы прошли там тесты на коронавирус. И также внесли паспортные данные тех, у кого не было биометрического или ID паспорта, а только бумажный паспорт. Потом нас посадили в автобус. После этого и отвезли в Будапешт прямо на вокзал. Нам волонтеры помогли устроиться у одной очень прекрасной женщины, которая забрала нас домой в очень хорошие условия. Уложила спать, накормила. Мы приняли душ, постирали свои вещи. Провожала, она нас отвезла, потом на следующий день прямо на вокзал. Помогла нам всячески. Мы очень ей благодарны за это. Дальше, следующим пунктом у нас оказалась Вена. Из Вены мы поехали непосредственно в Дрезден. В Дрездене нас встретила моя очень хорошая подруга Елена. Здесь, в Дрездене, мы познакомились также со многими очень хорошими людьми, волонтерами, не только украинцами, русскими и немцами, которые очень радушно нас приняли. Мы ходили на презентацию книги, где я рассказала свою историю, и неравнодушные немцы помогли нам деньгами, например. Это было очень трогательно. Это даёт какую-то надежду, что вот другие люди понимают, что у нас происходит, и что другие люди отзывчивы и сопереживающие. Самым сокровенным моим желанием в жизни была мечта о своём доме. Мне казалось, что дом обеспечит мою безопасность, мою какую-то безопасную старость. И я стремилась к этому дому, купила его. Когда началась война, я поняла, что дом меня не защитит. Я уехала, а дом остался там. Я поняла, что ничто материальное, ни дом, никакие материальные ценности, они не защитят. Я осознала, что защищает как раз коммуникабельность другие люди, отзывчивые люди, умение находить общий язык, также умение и навыки. И это знание для меня сейчас самое основное. Я знаю, что если я останусь жива, я смогу себе построить не один дом. Главное, чтобы оставаться живой. Самое сокровенное моё желание на сегодняшний день – это чтобы мои родные и близкие остались живы. Все мои друзья, знакомые, всех, кого я люблю, кого я знаю. Следующее сокровенное желание – чтобы победа всё-таки случилась и произошла. И больше ничего на данный момент времени не хочется. Альо, альо, алло, алло, там всё нормально? Алло, алло, слава Богу. Да, вы меня слышите? Всё добре, да? Хорошо, добрый, добрый. Как приедете, хай они меня наберут, пожалуйста. Добрый, гарные вам дороги. В Ирпине погибшие во время обстрела в оккупантов похоронены прямо во дворе жилого дома. Мы вам этого никогда не простим. Мама Марина, 14.02.1980 года. И сын Иван, 4.12.1990 года рождения. Россияне, которые слушают свои новости, у которых сформировалось мнение по отношению к Украине и тому, что происходит в Украине, как будто бы это спасательная операция, как будто бы это какое-то противостояние НАТО. Я многим это говорю и сама понимаю именно на примере этого момента. Вот вы сидите в вашей квартире с вашими друзьями и просто мило беседуете за столом. И тут в вашу квартиру врывается кто-то и начинает вас спасать от ваших друзей в вашей же квартире. Сначала стреляют там, не знаю, в потолок, а потом начинают стрелять в ваших друзей и в вас. Как вы будете на это реагировать? Вот простой такой вопрос. В мою страну пришли русские с войной. Я не знаю, как это произошло, кто кого спровоцировал, какие там политические происходят вещи. Но я точно знаю, я это видела, я там была, что по моей земле ходят конкретно русские оккупанты и стреляют в людей, именно они. Как будто бы пропаганда, конечно же, будет говорить другое, но я свидетель, живой свидетель этого. И почему, если эта война не российская, почему американская, как многие говорят, да, что как будто бы это Америка все сделала. Почему же Россия, россияне, путинский режим, путинская война, почему она на моей земле, а не в Америке, например, или не в России происходит. Я хочу сказать, что есть те, кто нападают, а есть те, кому приходят нападать на эту землю. Так вот, Украина, это земля, на которую пришли и напали. Именно так. Не спасательная операция. Я не знаю, меня не спасли, нет. Я сейчас свободно говорю на русском языке, и многие мои сограждане тоже спокойно говорят на русском языке, и никто нас никогда не притеснял. Никогда у нас не было этого притеснения, абсолютно никогда. Поэтому это все неправда. Никакого у нас бандеровщины не существует на Украине. Ко мне пришли с войной. Русские. Мои друзья из Москвы выходят на демонстрации, неоднократно выходили на демонстрации для того, чтобы противостоять войне путинского режима против Украины. Их разгоняли, притом разгоняли очень серьезно. И вплоть до того, что приходили прямо домой, потому что они вывесили на балконе плакаты. Я очень поражаюсь вашей смелости, те, кто выходят на демонстрации. И моя благодарность вам за это большая. Я не очень верю в то, что что-то из таких демонстраций может получиться. Но может быть это какое-то начало, может быть это какой-то толчок будет для того, чтобы другие люди просто увидели, что есть в России неравнодушные граждане. Что есть в России люди, которые не боятся выразить свою позицию, несмотря на такие гулаговские методики Путина. Против своих же людей, против людей, которые выразили, посмели, как говорится, выразить свое мнение. Я из Украины, но я делю людей на адекватных и неадекватных. То, что вы там слышите про то, что у нас тут как бы тотально все не любят русских и против русских, я бы так не сказала про себя, по крайней мере, и про множество моих друзей и знакомых. Есть люди, есть нелюди. Вот как-то так. Спасибо вам за то, что вы выходите, что не боитесь, несмотря на то, что меры именно такие. Спасибо вам за то, что вы увидите. Дрезден маленький, прекрасный, очень уютный, тихий и благополучный городок. Мне очень понравился, и пусть он таким и остается. Мирным, благополучным, тихим и без никаких войн и тому подобное. Пусть здесь все будет хорошо. Мы еще вернемся. На них номера написаны. Посмотрите. ищите своими я сейчас выскочу ань все я пошла пока в окно высуньтесь а 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